На сей раз вы успели повидаться с французским президентом, прежде чем приехать в Киев? Если да, обсуждали ли что-нибудь с ним? Добро пожаловать, что это я, кто вас приветствует сегодня. Сначала я бы хотела бы сказать, что это я вас приветствую сегодня вечером. Это я, кто приветствую Майдану и Киеву. Я приветствую людей Майдану и людей Киева. Я был тут, ревно, рік тому. Я имел очень большой честь, чтобы получить слово на Майдане, ревно, рік тому. И это был один из самых важных событий моего жизни. Это именно там я встретил Виталия Кличко. И именно там, на Майдане, в мороз я встретил Петра Порошенко. Для француза, для европейца это было что-то невероятное. Для знания, что молодые украинцы рискнули своим жизнью. Для европейских ценностей. И что они могли вмерть на Майдане, притискаючи до своих сердца, зверчастый европейский прапор. Это ценностей, которую мы, европейцы, мы верим так мало. И именно здесь, в Киеве, я увидел, что эти ценностей живут очень ярким жизнью. И эти почувствия, которые я вам сейчас выражаю, я хочу, чтобы вы понимали, что это почувствия большинства французов. Я хочу сказать вам, что это почувствия президента республики Француза Оланды. С первого дня, Франция была за демократичную революцию на Майдане. И чтобы ответить на ваши вопросы, я вам скажу, что Франция будет за демократичную революцию на Майдане. И я бы хотела вам сказать, что Франция будет на стороне украинского народа до полной перемоги демократии. Виталий Кличко сказал, что это обязательство для политиков, реализовать мечты тех, кто погиб на Майдане. Это также мечты для всех европейских. Это также мечты для всех европейских. Это мечты для большинства французов, и это их задача. Вы защищаете наши ценности. Ваши дети умирают за защиту наших ценностей. Мы должны сделать так, чтобы их украинские не были виноваты. И мы должны сделать так, чтобы их жертва не была марной. господин Левиев, спасибо вам за добрые слова. Спасибо вам за то, что вы только что сказали. И все же, я не скрою, что очень многие украинцы ждут большего от Европы. И от Франции в том числе. Когда мы дождемся, что Франция сделает так, чтобы российская агрессия против Украины наконец была остановлена. Тем более, что теперь господин президент Франсуа Алланд, один из участников минских договоренностей, он гарант вместе с Ангелой Меркель, с другими участниками минских договоров, скажем, оружие когда-нибудь Франция даст нам? Я надеюсь, господин президент Франции. И, по-моему, когда вы, с другой стороны, украинцы имеют равную силу. И, по-моему, когда вы, с другой стороны, украинцы, как сегодняшняя путинская Россия, и, по-моему, когда вы, с другой стороны, украинцы почти беззармливая, а, с другой стороны, украинцы имеют украину почти беззармливую, тогда война может продолжаться очень долго. Это для этой причины, что я думаю, в результате, что демократии имеют обязанность армировать Украину. Но такой вопрос, он наверняка сейчас у многих возникает. Вот не успели высохнуть чернила под минскими договоренностями, как уже появились слухи в средствах массовой информации о том, что вот-вот возобновятся поставки кораблей Мистраль, которые сейчас остановлены. Вот может ли сделаться так, что Франция таки поставит эти корабли России? Я думаю, я даже уверен, что Мистрали не дадут. Вы знаете, М. Путин получил серьезную ошибку. И эта ошибка называется Дебальцево. Чорнила на Минских угодах были ледь высохли. А Владимир Путин бомбардировал Дебальцево. И это политическая ошибка, которую не можно пробачить. Это сначала моральная ошибка. Потому что было миллион цивили в Дебальцево. Оскільки были тысячи цивильных у Дебальцево. И, конечно, были и солдаты. И бравы. И сильные солдаты. И сильные солдаты. И очень смелые солдаты. И герои. Но также были и цивили. Как и в Краматорске. Я поехал в Краматорске на передаче Минских угод. С президентом Порошенко. И я видела, в моих глазах, Ракеты СМЕРЧ. Которые мы стреляли по мирному населению. Которые мы стреляли по мирному населению. И которые завдали десятки поранених, из которых 16-то разогнуло. Когда мы стреляем по цивильным, Это не военный злочин. Это злочин против человечества. Это не военный закон. Это законы мясницкие. И я думаю, что для Европы, Консенсус будет так не думать. Так я не думаю, что Минстрали дадут. Я думаю, что решение не давать их Было уже принято напередодними. Но сейчас мы можем сказать, Что это решение было подтвердено. Ну вот смотрите, тем не менее. Возникает вопрос. А если не все благополучно пойдет? Вот господин Аллан сегодня, После того, как встречался с госпожой Меркель в Париже, Он выражал, например, беспокойство тем, Что недостаточно быстро осуществляются реформы. И об этом говорят очень многие. Что темпы реформы, реальные их результаты Пока далеки от того, что желали люди. Это же касается, я не знаю, других вопросов. Скажем, борьбы с коррупцией. Вот мы, журналисты, Все чаще ощущаем болезненную реакцию власти На публикации в прессе. И, соответственно, у нас возникает опасение А защищена ли в достаточной мере Свобода средств массовой информации? Что на это скажете? Слушайте, конечно, Конечно, нужно, чтобы Украина проводила реформы. Конечно, что в будущем Украине, Это не война. И это причина, по которой, Я, кстати, лошадь идея, И именно поэтому, Я много месяцев назад запустил идею Великого плану маршалу для Украины. Великого плану экономической помощи Украине. Что случилось в Польске 20 лет. Того, что произошло в Польске 20 лет назад. То, как Схидная часть Немеччины Развивалася после падения стены. Это что может случиться в Украине, Если этот большой план маршал будет lanzен. И именно это может происходить в Украине, Если этот большой план маршала будет запущен. Но, avant этого, Надо, чтобы война остановилась. Но, до того, Надо, чтобы остановилась война. Надо, чтобы Россия прекратила Поставить тяжелые оружие Донбассским сепаратистам. Надо, чтобы Россия прекратила И эти суплетивы Новой России С прекратят Прежде чем Марьуполе. Надо, чтобы российская армия И прихильники Новороссии Зупинились перед Марьуполем. Это абсолютная приоритет. Оскільки, какой бы не было Не были гарни намер Керевников Мы ничего не можем сделать Под погрозой оружия. Ко М. Путин Ретирь сэканон. Пан Путин Мое відвести свою оружие. Ко М. Путин Ретирь сэмиссил Бук И сэмиссил Смерч. Вдвести свои ракеты Бук И ракеты Смерч. И тогда, м. Порошенко И тогда, м. Порошенко Ко я видел Кого я видел там Ки ет а врей Шеф де гер Який ет справжнім полководцем А шеф де гер Малгрэ луи Полководцем Проти своєї воли Оскільки йому не подобається Війна И саме про це На мою скромну думку Я говоритиму завтра У своїй п'єсі В національній опере У Києві АПЛОДІЇ АПЛОДІЇ АПЛОДІЇ